Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. По вторникам у нас глубокие раскопки. Продолжаем копать в толще русского языка сегодня. И у нас будут сегодня в археологии уроки албанского. Но, естественно, как вы уже, наверное, поняли, не того албанского, который пишется через А, да, как это вот арнаутский язык, то, что в Адресе есть малый арнаутский, это албанцы. Нет, это тот албанский, который пишется через О, о, который призывали учить многие наши блогеры, иностранцев, да, когда же из той же серии, где автор жжет, где «Привет, медведь», «Учи албанский», автор «Выпей яду, убей себя об стену». В общем, вся вот эта новая языковая реальность, которая была создана за последние 10 лет интернетом, и тем, как мы начали использовать совершенно новые языковые стратегии, пользуясь вот этим вот новым интернет-языком, который даже непонятно, каким является, письменным языком или некой подформой устного языка, или некой новой третьей реальностью, третьим языком. И в гостях у нас сегодня Максим Анисимович Карангаус, директор Института лингвистики РГГУ. Добрый вечер, Максим Анисимович. И книжка у него вышла сейчас замечательная, которую я всем рекомендую. Вот я ее буквально, она вышла месяц назад, только что ее заказал, получил, прочитал, и немедленно захотел сделать вот этот эфир, так что Максим откликнулся за свое большое спасибо. Книга называется «Самоучитель албанского». Опять-таки через «О» вышла она в издательстве «Корпус». И там Максим, собственно, вот, так сказать, мем за мемом, графему за графемой, смайлики, зачеркнутые слова, разбирает все те новые явления, которые появились в русском языке. Ну, Максим, давайте для начала еще раз напомним, потому что мне кажется, что это уже выходит из моды, вот этот вот албанский привет. Я думаю, что есть слушатели, которые даже не совсем в курсе, что такое албанский язык через «О». Я думал, в девятые-десятые годы были такой границей, после этого уже все сошло на нет. Так что нет, ну, во-первых, я скажу, что здесь такая даже чрезмерная игра, потому что вот эти мемы «учи албанский» и «уроки албанского», как раз «албанский» писалось-то с «А», и хотя призывали учить русский, по сути, вот эта метафора албанского как чего-то неизвестного маленького. Ну, вот это да, напомним нашим слушателям, что был некий, это на заре ЖЖ, когда появились первые русские посты в ЖЖ, то некий американский юзер наткнулся на русский язык в ЖЖ и начал, так сказать, наивно попрошать, что это за язык, да? Наивно и слегка высокомерно, и потребовал объяснения, на что ему сказали «учи албанский», уже перейдя на английский, там над ним издевались как только могли, а потом сказали «учи албанский», и он очень обрадовался, ну, и потом, в общем, его заставили принести извинения за некое высокомерное хамство. Вот таким флешмобом-то, атакой информационной. Ну да, такой сильный, потому что сейчас называется троллинг, да, еще одно новое слово появившееся. Там использовали разные технические средства, по легенде вроде бы даже. Даже телефон услали. Да, даже телефон слали. Ну да, он написал там, что какого черта вы пишете на неанглийском языке, когда это американская платформа, все должны писать по-английски. Ну да, и вот это, кстати, очень такая знаковая, речь появилась, то есть русский язык вышел вот на эти вот новые платформы, новые коммуникационные возможности, где появилась возможность комментировать, это ЖЖ, это блоги и так далее. Вот скажите, этот язык, который возник в интернете, который все вот, я не знаю, наши слушатели, даже, может быть, не думаю, если что у нас есть какие-то неактивные интернет-пользователи, но которые, может быть, не пользуются этим языком, но они его знают. Это вообще новая форма языка, интернет-язык? Мне кажется, да. Я эту идею выискал довольно давно, в самом начале двухтысячных, и сначала было воспринято как какой-то нонсенс, ну что за новая форма. Письменный язык, но только вот как-то иначе существующий. Но сейчас, по-моему, эта идея стала даже немножко банальной. Действительно, мы имеем дело с письменной по форме, хотя и эта письменность тоже очень условна, сейчас объясню почему, но структурно и по каким-то еще другим характеристикам устной речью. И хотя мы можем найти аналогии какие-то очень условные, но такого масштаба явления не было. То есть человечество за многие-многие века придумало только две формы – письменную и устную. И вот выяснилось, что, хотя мы применяем письменную, но используем ее как устную. И оказывается, что нам недостаточно тех формальных средств, которые мы придумали за многие века. И мы начинаем, ну, некоторые считают, что портить письменную речь, на самом деле, обогащать ее какими-то дополнительными вещами, ну, там, прежде всего, смайликами, скажем, или какими-то, использовать еще какие-то графические приемы, с тем, чтобы она лучше обслуживала вот эту странную коммуникацию. Устная в каком смысле? Что у нас очень много диалогов происходит. Да, мне кажется, что это связано с функцией, прежде всего. Потому что письменная речь, она монологична, прежде всего. Для чего была придумана письменная речь вообще? Для того, чтобы устную хранить и перемещать. Перемещать через пространство и через время. Да. И перемещались, конечно, монологи, прежде всего. Конечно, не только, но прежде всего монологи. Даже когда мы вступали в традиционную переписку, то есть не по интернету, то, конечно, мы слали монолог свой, получали в ответ монолог, немножко привязанный к этому, но это были монологи, по сути. Ну да, потому что они акты коммуникации разорваны по времени. Послал письмо, там прошла неделя, а может и год, и прежде чем получил ответ. И какие-то там были зацепки за адреса, там «люблю», «дорогой» и так далее, но все-таки это были монологи, рассказы о жизни. Я уже не говорю о художественных произведениях, о книгах, где, конечно, прежде всего происходит некий монолог, нарратив. Нарратив, да, вот я хотел сказать. То есть, а эта речь не нарративна. А эта, нет, ну, в интернете есть все, поэтому... Нет, есть, но именно, скажем, в блоге, форуме. Речь идет о разговорном интернете, благосфере, форумах, чатах, вот об этой части. Даже об электронной переписке, потому что она отличается от традиционного пистолярного жанра. И этот разговорный интернет, конечно, это диалоги. Конечно, они немножко разорваны, там у них есть своя специфика, но это все же диалоги. И вот оказалось, что диалог требует некоторых изменений формальных. То есть не хватает интонации, не хватает жестикуляции, не хватает мимики, и появляются разные средства, которые это обеспечивают. Причем оказывается, что современная вот эта интернет-промежуточная речь, она в чем-то даже богаче устной. Ну, в чем-то условно, потому что если устной мы видим человека целиком, то, конечно, это тоже богатство, потому что мы видим лицо, увидим, что он делает. Ну, вот, скажем, появилось в звездочках чаще всего такие реплики. Уходит, смеется, смущается. Мы получаем еще измерение поведения человека, значит, нам задается еще такой мета-текст, который описывает не речь, соответствует не речи, а тому, что человек в этот момент делает. То есть некая театрализация, как ремарки такие. Ну, я считаю, что просто добавились измерения. Вот измерение поведенческое. Речь любит линейно, добавилось измерение поведенческое. Добавилось измерение нашей мысли, по сути, в момент произнесения текста. Скажем, зачеркивание. Это абсолютно новая функция у зачеркивания появилась, потому что мы зачеркиваем, зачеркивая текст, мы его не уничтожаем. Наоборот, подпот мы его подчеркиваем. Да, мы его фактически выделяем некоторым образом, и появляется новое измерение зачеркнутого текста. Что это? Ну, прежде всего, это, конечно, несказанное. Несказанное, но... Псевдоцензура. То, что якобы-то цензурировано, но является настоящим смыслом. Да, то, что я, например, думаю, то, что я не решаюсь сказать. Ну, там, зачеркиваются, скажем, матерные слова. Зачеркиваются, но они видны. Но матерные – это просто прием понятный. Но часто зачеркиваются слова, которые полностью меняют смысл сказанного. Да. Еще одно измерение сдаётся. Так что такая богатая очень вещь. Но такой вопрос. Не обедняет ли это традиционные выразительные средства? Ну, обедняет лаконизм, если хотите. Потому что ведь в лаконизме есть своя прелесть. Конечно, если я к шутке добавляю смайлик, то я становлюсь не таким многомерным. Многозначным. В другом смысле. Сугестия какая-то пропадает. Да, многозначности. Вам уже не надо догадываться, что я шучу. Вот я обозначил. Это шутка, а это нет. Поэтому, конечно, пропадает для умных людей. Что-то пропадает. Но ведь я шутку тоже, на самом деле, либо подмигиваю, либо улыбаюсь, либо как-то еще ее помечаю. Ну да. Все-таки, если я совсем не помечаю шутку, есть такие люди, которые вообще не выдают себя, то это действительно остается двусмысленным. В этом тоже есть некая сила. Но вот в интернет проясняет смысл и таким образом. Ну да. То есть это некие новые возможности коммуникации раскрываются. Вот я тоже думаю... В конце концов, можно же не ставить смайлика. У вас остается эта возможность. Да, да. То есть эта игра продолжается на неком другом уровне. С одной стороны, вроде как проще. Ты раскрываешь свои карты, так сказать, показываешь свою эмоцию. Но с другой стороны, ты этой эмоцией можешь играть с текстом. Да, да, да. Причем надо сказать, что смайлик тоже непростая вещь. Я пытаюсь описывать разные его функции. Но одна из функций действительно изначальная, скажем, интернет-функция. Это помета шутки. То есть переворот смысла на обратный замену смысла на обратный. Функция иронии состоит в том, чтобы поменять смысл на обратный. Но у смайлика есть другие функции. Просто выразить настроение. А он может вообще не взаимодействовать с текстом. Просто улыбка. Ну, о смайлике мы еще поговорим ближе к концу нашей передачи. Напомню, что у нас в гостях директор Института лингвистики РГГУ Максим Анисимович Крангаус. И говорим мы о тех новых вещах, которые принес интернет в нашу устную и письменную речь. И о том вообще, какой является наша речь по появлению интернета. Мы уйдем на перерыв. Добрый вечер. Здесь Сергей Медведев. Сегодня у нас в археологии уроки албанского. И в гостях у нас переводчик с албанского. Директор Института лингвистики РГГУ Максим Крангаус. Албанский, если кто к нам только что сейчас подключился, естественно, пишется через О, а не через А. Интернет-язык. Что нового он принес в русскую речь? Вот Максим Анисимович, а это вообще русский феномен или международный? Нет, конечно, не русский. Появилась абсолютно новая сфера коммуникации, интернет. Я бы сказал, великое изобретение человечества, потому что оно изменило сферу коммуникации очень значительно. И все языки, ну, получили некоторую такую повестку явиться. Те, кто явились, должны были подстроиться. Это вот как раз замечательный пример того, как условия коммуникации могут влиять на язык. Такая поддержка лингвистов-функционалистов, которые утверждали, что язык меняется в зависимости от условий коммуникации, что он функционален. И действительно, все языки, которые активно используются в интернете, они так или иначе изменились. Игры однотипные появились. Здесь, правда, сходство, скажем, русского с английским, в том числе или прежде всего с английским, может объясняться двумя причинами. Либо прямым заимствованием, то есть вот содрали чужой образец, и такого очень много. Тут надо с огорчением признать, что многие игры вторичные, просто мы их заимствовали. Ну, естественно, мы идем с опозданием, с временным лагом в этом смысле. И тут все идут с опозданием за английским. Но вот что я имел в виду, я понимаю, что не мы изобрели смайлик. А вот эти вот языковые игры с вот этим албанским искореженным, исковерканным языком, это есть и в других языках? Это есть и в других языках. Этот эксперимент проводится во многих языках. В такой же мере, как и русский, потому что... Как ее изменишь, меру? Ну, скажем, я могу сходом назвать два английских явления, где происходят сходные игры. Одно называется «Lit speak» или просто «Lit», а другое... Вот слово «элита» по-английски, соответственно. А другое называется «Lol speak». Это как «Laugh out loud», да? Да, это от «Lol cat» по-русски или «Lol cat». Это вот такие вывешивания картин с кошечками и их смешное комментирование. И там, и там происходят искажения. Более того, можно сразу назвать какие-то языки, в которых тоже разного рода игры с орфографией происходят. Скажем, марсианский язык в Китае. Еще есть образцы такого рода. А что за марсианский язык в Китае? Ну, тоже игры, в частности, игры по типу «Lit speak» графические. С иероглифами уже, или они на опеннине. Нет, есть игры у языков, которые не пользуются латиницей. Есть игры специфические, значит, в английском их нету. Это попытки записывать, скажем, латинскими буквами нашу речь, причем разные способы. Есть, скажем, просто по-русски в это играют, берут латинские буквы и используют их как русские. То есть, берут, скажем, латинское «П» и используют как русское «Р». Ну да, да, есть. То есть, записывают все, используют только латинский регистр. Целые стихи пишут, получается, там я забыл сколько, где-то 18 знаков, что ли, которые совпадают у нас. Да, которые совпадают, притом некоторые совпадают и по звучанию, ну, скажем, «А». Или «С», 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 да. Не, ну «С» там по звучанию сложнее. Ну, да, от ситуации, да. Да, «К», скажем, да. Но, а есть, которые, значит, другое. Ну, вот я привел пример «П» и «Р». Да. Русское «Р». Ну, то есть, это да. Это один вид игры. Другой вид игры просто записывать похожими. Ну, с иероглифами особенно это актуально, потому что фактически получается фонетическая запись, что для китайцев не свойственно. Ну, они же в интернет эпоху затем вошли, это же пеньин, собственно, на этом основан. Да, так что вот это все. Но вот тоже игры очень интересные. То же самое, скажем, в арабской графике происходит. Вот такие, такого рода игры. Есть девчачьи языки, но вот там относительно известные, не очень, но язык факаца. Да, язык израильских таких девиц, девочек специфических. Такое, то, что у нас мимимишечное было. Да, то, что у нас сегодня мимими. Ну, мимими, скорее, есть. Я бы сказал, что все-таки это еще не ушло. Это то, что пришло на смену подонкам. Вот если говорить о подонском языке, о подонках, естественно, здесь через «А» пишется. Это что? Это сленг или это некий контр-язык, контр-культура? Это очень интересно, потому что мне кажется, что это явление меняло статус. Изначально это сленг или жаргон, то есть язык небольшой группы контр-культуры, которая вот решила себя обозначить в том числе и в языке, что для субкультур вообще характерно. На паре сайтов, как я понимаю. Да, 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 несколько сайтов через «Акру», «Удавком». Из таких живущих сайтов самый, считается, авторитетный – это «Удавком». «Удавком», да. Но многие закрыты давно, и можно их даже и не вспоминать, хотя в книжке я вспоминаю всё просто, потому что это ещё не только лингвистика, но и история для меня вот этих явлений. Но прежде всего это эксперименты как раз с языком и с коммуникацией. Вот если мы говорим об этой контр-культуре, то прежде всего она ображала себя в языке. И это игры с орфографией, это изобилие, обилие, точнее, мата, и такой общий цинизм, разлитый по всему тексту. И много очень интересных вещей было связано вот с осмыслением комментариев, как в интернете по-русски говорят, комменты или комменты, как жанр, как некоторого особого, очень важного жанра. Фактически, мне кажется, что коммент вообще – это такой главный жанр нашей эпохи, потому что, конечно, коммент сегодняшний не равен комментарию классическому. Это, мне кажется, такой очень типичный постмодернистский жанр, когда, так скажем, контекст важнее текста, да? Да, да, и очень важно, это вообще очень… Тут мы выходим за границы моей книги, но вообще чрезвычайно интересна коммуникация, изменение коммуникации, которое влияет на язык. В том случае язык – такой объект влияния. И коммуникация стала другая. Коммуникация нас затягивает. Вот если ты существуешь в некой субкультуре, то ты, например, должен втягиваться в коммуникацию, даже если ты не хочешь. А если тебе при этом нечего сказать, ты должен комментировать, ты должен вот эти комменты вставлять. И тут на помощь приходят вот эти шаблоны, типа «автор жжет, выпей яду» и так далее. Плюс-минус, 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 плюс-минус. И вот раздаешь это обилием таких как бы иронических реплик, и ты соучастник, ты свой. Ну да, здесь некая такая, то, что вот Барт говорил, фашистская роль языка принудительная, то, что язык заставляет говорить. Ну, коммуникации, да. Даже эта роль сейчас не языка, а эту роль взяли на себя всевозможные гаджеты, которые заставляют нас коммуницировать. Зачем, казалось бы, там вот смартфон, когда я могу домой прийти, мне посмотреть социальную сеть и там ответить. Нет, я должен вот сейчас ответить. Это психологически, да, это маркирование своего нахождения в потоке. Я здесь, я существую. Я не должен выпустить, да, я должен прокомментировать. Эрго, эрго сум. Почти пустым способом, но зафиксируем. Ну, есть просто пустые там какие-то комментарии. Типа первый нах просто отметится. Да, 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 это уже чисто. Это вообще что? Язык свободы? Это некий акт раскрепощения, языковой трансгрессии? Я думаю, что это первоначально свобода и бунт. Свобода через бунт. В том числе бунт против всего, против цензуры, против политики, но и против культурных ограничений. И против норм языковых. И против правил офографии. То есть правила офографии и правила культуры интерпретируются как ограничитель свободы. Их надо тоже нарушать. Это первоначально. Потом ты становишься рабом этих антиправил, потому что ты вынужден нарушать. Ты должен все время демонстрировать, что ты свой. Так что это свобода условная. Вначале, да, свобода бунт. А потом формируется группа, и ты постоянно должен доказывать лояльность этой группы. Так что это очень условная свобода. Ну, здесь что, наверное, главное? Что, так сказать, морфологический принцип заменяется фонетическим? Грубо говоря, как слышится, так пишется? Нет, интересно, что язык берет свое. Вот если мы говорим все-таки о русском языке... Автор, 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 два F. Это кажется. Это действительно считаю, что фонетическое письмо ничего подобного. Когда вы пишете кроссавчег, то вы идете наоборот. Вы никогда не скажете «г» на конце, а пишете так. Здесь идея такая. Если ты можешь сделать ошибку, которая не повлияет на чтение, то делай ее. Соответственно, если это в пользу того, как слышится, делай. Но если это противоположно, то все равно делай. В эту игру играли лингвисты. Когда-то москвичи приписывают это к кругу Ушакова, петербуржцы, кругу Щербы. Но это была такая игра узкого круга, когда надо было записать слово, сделав максимальное количество ошибок. И, скажем, слово «аспирант» записывалось как «озаперанды», что читалось точно так же, как правильная надпись. Но это был узкий круг, и он играл. Для нас очень часто белорусский такой выглядит язык. Но белорусский именно фонетическое письмо. То есть там как слышится. Там только в одну сторону. А здесь мы никогда не скажем «оспиранды». Ну да, здесь намерены максимальные искажения. Да, максимальное искажение письма при сохранении семиотики. Семиотики, да, и при сохранении смысла. Да. Но, конечно, когда это было брошено в массы неграмотных людей, то они это подхватили с удовольствием, потому что это позволяет скрыть неграмотность. Я уже не неграмотный. Я теперь играю, и ты не имеешь права упрекать меня. Но, конечно, не очень грамотный человек не может сделать все ошибки. Это исключено. И он делает только значимые ошибки, иногда запоминая каноническую форму автора с двумя «ф». То есть это такая небезграмотность, скорее, это антиграмотность. Это антиграмотность, конечно. Я сформулировал антиправила. Делай ошибку всегда, когда можешь, и когда это не влияет на чтение. На чтение. Но масса отклонений. Скажем, вот русский язык. Русский язык, грубо говоря, устроен, его орфография устроена, основывается на морфологическом принципе. То есть мы стараемся писать морфемы одинаково. Не всегда это получается, но получается. И оказывается, что вот сначала играем в орфографию, искажаем, а потом нам хочется писать искаженную морфему, повторять в тех случаях, когда ее нельзя искажать, когда она, например, уже и на произношение влияет. И замечательно вот этот появляется суффикс «ег», соответствующий правильному «ик», и он появляется в тех позициях, где он не должен быть. Например, баннер «Привет участникам конференции». Но там уже влияет на произношение. Тем не менее, вот этот суффикс запомнили. Замечательный суффикс «к» с окончанием «о», соответствующий «к». Блондинко, Тойотко. Кисо. Гламурную «екисо». Да-да-да. Кисо там без «к» еще, но неважно. Вот эта идея замены женского окончания «а» на окончание среднего рода «о». Иногда и род меняется, и на этом тоже строится какая-то игра. Это игровое, да? Это люди как бы в какую-то просто добавляют некий воздух, эмоциональность. Вообще в этом есть энергия определенная. В нарушении всегда есть энергия. Чем сильнее табу, тем сильнее энергия на нарушении. Но, к сожалению, эту энергию долго не держится, потому что если нарушения регулярны, то мы уже начинаем привыкать к этому. Да, она становится новой нормой. Так же, как с свободой. Да, вот мы бунтовали против правил, добились свободы, а потом становятся рабами этого бунта. И что, поэтому сейчас вы считаете, этот язык уходит? Ну, язык подонку ушел, да. Так мы говорили об очень важной вещи. Жаргон это или не жаргон. Вот вначале это был жаргон маленькой группы. Но по мере того, как он становился модным, его подхватывали люди, не входящие в эту субкультуру, не входящие в эту контркультуру. Это перестало быть жаргоном. Это стало, ну, можно называть это стилем. То есть мы выходим в интернет, и мы должны вот использовать такие штучки. Не так часто, не обязательно соблюдать антиправила в полном объеме. Но мы должны знать, что автор пишется вот так, и иногда кидать такие слова. То есть из жаргона, не изменив сущности своей, это все-таки превратилось в некий стиль, размытый по всему интернет-сообществу. Но вот интересно, что это все-таки стало в какой-то степени нормативным, по крайней мере, среди людей. Потому что вот вы сравниваете, в смысле, среди интернет-пользователей, вы сравниваете здесь, вспоминаете языковые игры времен русского авангарда, да, вот Хлебниковской зауми, Крученых там, если вспомнить, она осталась очень узкой, локализованной. Она в коммуникации не участвовала. А это было брошено и подхвачено массами, и стало коммуникативным приемом. И к тому мы относимся сейчас с большим уважением, вспоминая те эксперименты. А этот сегодняшний наш эксперимент вызывает и ненависть, и обвинение в том, что это антикультурность. И появляется некая реакция в виде граммар-нации, да? Да, да. Хотя, думаю, что граммар-нации появились в любом бы случае. Ну да, они не на албанский язык реагируют. Потому что они борются в основном не с подонками, это безнадежно для них. Они борются с неграмотностью. Но, конечно, это другой полюс, который, в общем, прежде всего направлен против коммуникации как таковой. Потому что граммар-нации, ну сейчас их даже называют троллями, то есть они в момент какого-то разговора вдруг переходят, ну не обязательно на личность собеседника, но на его письмо. Иногда и на личность обвиняемого безграмотности. И теряется нить разговора, теряется коммуникация, естественно, сбивается, и начинаются уже обвинения в том, кто грамотный, кто неграмотный, важно это или нет для коммуникации. То есть они убивают коммуникацию или тему коммуникации, переводя разговор в плоскость грамотности. А может быть, фильтруют коммуникацию, потому что ошибки, если это не албанские ошибки вот эти, а вот человек просто не владеет грамотной речью. То, что ты, понимаете, здесь как бы форма диктует смысл. Если ты видишь, что столько ошибок идет по... Ну я просто про себя, я, так сказать, в душе немножко тоже сам, наверное, граммар-нации. Помню, мне прислали одну презентацию какую-то, говорит, посмотрите там что-то по пиару. Я писал какой-то пиарщик, креативщик, там порядка 70 слайдов. Я дошел до 15-го слайда, там было такое критическое количество этого, что это слово, вы знаете, я не буду читать эту презентацию, просто меня коробит, я не могу видеть такое количество ошибок. Это другое дело. Это поскольку грамотность является показателем все-таки культуры и, соответственно, некоторого уровня образованности человека, вы вправе отказаться общаться с необразованным человеком. Но когда вы его поправляете, понимая, что это не приведет к улучшению его грамотности, а, возможно, это игра, а приведет к скандалу, то, собственно, это и есть путь граммар-нации. Это уже, да, это уже троллинг практически. Да, это коммуникативный скандал. Вот мы о чем-то разговариваем, мы уже вступили в разговор, и вдруг вы мне говорите, а вы пишете коровы с А, а надо писать СО, и я с вами по этому поводу, ваше мнение мне неинтересно. И тут я уже завожусь и говорю, ах так, мы же говорили про коров, а не про то, как они пишутся. Ну и возникает скандал. Ну, есть такие, по-моему, ключевые вещи, вокруг которых много людей заводится, по-моему, даже целые комьюнити есть, это тся и тся, да, с мягким языком, инфинитивы. Ну и сайты, да, сайты, которые дают правила наглядные. Так что, действительно, нет, есть дело в том, что как раз сообщества, которые, как мне кажется, гораздо более эффективны, которые иронизируют над неграмотностью, которые описывают, и в благосфере есть несколько таких сообществ. И мне кажется, эффект гораздо более важный, потому что, когда мы про это говорим не с ненавистью к собеседнику, а с некоторой иронией, переводим это в игровую плоскость, эффект от этого гораздо больше. Но интересно вот мне тоже, что, когда предлагаются уже серьезные нормативные изменения в языке, то люди на это не идут. Вот как, скажем, я не знаю, привет-медвед внедрилась, или там креветка, красавчик, а вот когда предлагают парашют через У писать, то люди... Гораздо меньшее изменение. Мне кажется, что это вообще связано с такой глубинной психологией, не знаю, русского народа или как-то иначе надо это описывать, но у нас есть, как мне кажется, такое чувство, что должны быть идеальные правила. Вот в обществе, например, наше общество сопротивляется введению новых слов в словарь. Они недостойны, хотя мы их используем много лет уже, но они недостойны. Вот слово блог или гламур недостойны попасть в словарь русского языка. Что-нибудь недостойно, если мы их все время используем в нашей речи. Но вот есть идеал, это словарь русского языка, грамматика русского языка, вот там ничего не должно меняться. При этом, конечно, в своей речевой практике, в своей жизни мы готовы нарушать, но идеал должен быть. И какие-то там лингвисты не должны создавать словарь нашей реальной речи. Это нас порочит. Говорить мы будем как хотим, но... Такой ригоризм, да, у нас... Да, да, должен быть высший закон. А то, что мы живем не по нему, но это наше дело. Ну, мне кажется... Нет, ну в этом есть какая-то своя, да, сермяжная правда, потому что вообще, по большому счету, я считаю, что языковой релятивизм, да, орфографический релятивизм, он рано или поздно кончается моральным релятивизмом. Ну, с моралью ведь тоже так же. Мы хотим высших моральных правил, которых никто не будет соблюдать полностью, в полном объеме. Но они должны быть, как некое указание. Но дело в том, что лингвисты все-таки должны описывать живой язык. И это не значит, что надо бежать и ставить ударение в глаголе «звонить на первом слоге в настоящем времени». Но, тем не менее, нельзя не фиксировать изменения, нельзя не фиксировать обновление лексики. Это жизнь. Если мы пишем правило «дорогу надо переходить на зеленый свет», то, когда мы описываем реальную жизнь, мы должны сказать, что в этой стране так и есть, а в этой стране все-таки люди часто переходят на красный. И от того, что мы это исследование опубликуем, это не значит, что мы опорочили это правило. Ну, да, мы зафиксировали, не обязательно легитимизировали эту практику, но хотя бы ее зафиксировали. Но в этом смысле, вот последняя реформа какая, 10-го года, которая зафиксировала, что там все это кофе, оно, да, йогурт, йогурт. Это же не реформа. Это не реформа. Это была фиксация некоторых норм. Не очень, может быть, удачная, но там каждое слово надо обсуждать отдельно. Но, собственно, ведь что произошло с кофе, вот это такой пример, который бесконечно количество раз обсуждается. Но действительно, все используют средний род кофе, вполне образованные, интеллигентные люди. Только не в сочетании с заученным на всю жизнь, не в сочетании черный кофе. И, как правило, с прилагательным все-таки не используют. Но если надо сказать там местоимение, то оно возникает не реже, чем он, а, может быть, чаще. Если надо какой-нибудь глагол употребить в прошедшем времени, то там закипело. Ну да, кофе остыло. Да, остыло. И никто не заметит даже, не будет поделаться. Ну да. В этом смысле, чтобы уже нам, так сказать, закончить эту тему с албанским языком, эти слова не могут войти в словарь? Все эти приведы и так далее? Нет, нет. Эти вышли из моды, и шансов у них нет. Но некоторые уже вошли. Ну, скажем, рунет, вошел рунет. Ну да, блог. Так что какие-то главные, конечно, входят, потому что это обозначение очень важных для нашей жизни явлений. Они не могут не войти, я бы даже усилил это. Ну что ж, продолжим наш разговор об албанском языке и русском языке после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим о судьбах русского языка в эпоху интернета с директором Института лингвистики РГГУ Максимом Анисимовичем Карангеузом, который опубликовал книгу, которая, собственно, и подвигла меня сделать этот эфир, позвать Максима в гости. Книга под названием «Самоучитель Албанского». «Албанский через О». Только что вышла в издательстве «Корпус». Максим, вот я сейчас такую больную тему хочу затронуть. Падение грамотности. Вот сейчас особенно ходит по сети такая, так сказать, женщина с журфака, по-моему, пишет. Там вот студенты с ЕГЭ, красные дипломы ЕГЭ, вообще чудовищные пишут диктанты, ошибки в диктантах. Все, о чем мы говорим, пришествие интернета, оно повышает или понижает грамотность нашу? Ну, грамотность в узком смысле слова, если мы говорим об орфографии и пунктации, безусловно, понижает. И тут странно было бы с этим спорить. Но вот даже эти игры с орфографией подонковские, которые длились, в общем, недолго. Ну, 5-6-7 лет, может быть. Ну, или 10 лет, если считать. Десятилетие после 2000 года. Но, конечно, они повлияли на орфографию, на знание орфографии, на орфографическую культуру. Прежде всего, того поколения, которое росло в этот момент, которое читало тексты чаще с экрана, чем с бумаги. И возникла вариативность, ну, там, банальный пример, скажем, автор, да, если автор регулярно встречается с двумя А, то чем он хуже того автора, который встречается в текстах бумажных? Ничем, можно и так, и сяк. То есть появляется релятивизм, который затем проецируется вообще. Размывается графический облик, строгий графический облик, который есть у нас в мозгу. И действительно, вот я думаю, что поколение вот этого первого десятилетия, оно в этом смысле потеряно. То есть только если отдельные представители много читали книг, то тогда вполне возможно, что они восстановили этот промежуток. Плюс еще тоже, что текст читается не со страницы, а с экрана. И это другой статус буквы. Потому что на странице она обладает некой нормативностью и вечностью, эта буква. На экране она может быть заперта, поменена. Вообще возникла магия. Мы с этого начали, я просто не договорил. Эту речь нельзя называть письменной в полном смысле слова. Мы прежде всего рассматривали в истории человечества противопоставление между устной письменной речью как противопоставление между способом ее порождения. Когда я говорю, я шевелю ртом, что-то во рту шевелится язык, и возникают звуки. Когда мы пишем, я либо беру какую-то краску, чернил или что-то и мажу на бумаге, либо выцарапываю какие-то знаки каким-то специальным предметом. И мы видим, как рождается буква. Сегодня происходит такое магическое действие. Я нажимаю на клавиатуру, и непонятным образом на экране вспыхивает буква. Я, собственно, ее не создавал, ее создает какое-то устройство. Я также могу подумать буквы, и она возникнет. Или я могу произнести звук, а некая программа запишет. Ну да, нет физического действия. Да, я перестал быть создателем буквы. И создателем письма в целом, если мы говорим о письме. И фактически сегодня противопоставление между устной и письменной речью – это не противопоставление между способами их создания. Это противопоставление между способами их восприятия. Одно я слышу ушами, другое я вижу глазами. То есть правильнее было бы сегодня говорить о визуальной речи, а не о письменной. Которую мы воспринимаем глазами. То есть она не по способу производства, а по способу восприятия. Соответственно, слуховая, зрительная, аудиальная, визуальная. И поскольку ушли прописи, поскольку ушло написание букв, да, то, ну да, и очень часто получается, что как слышится, так и пишется, возникает албанский язык. Ну, албанский еще игровой. Ну да, он игровой, да. Ну, так скажем, да, очень, так сказать, гибкие нормы правописания. Ну, вообще исчезла идея, что я создатель, потому что, когда я пишу, я должен писать красиво. Вот эта каллиграфия, которую я читала в некоторых языках и культивировалась. Когда я пишу, я должен писать правильно. А здесь текст возникает сам, я его воспринимаю, свой же текст я тоже воспринимаю глазами. Меняются, видимо, мозговые структуры как-то, потому что они связаны с дактильной деятельностью, с деятельностью пальцев, руки. И, я думаю, по принципу обратной связи отмирают какие-то зоны мозга, ответственные за текст. Ну, отмирают страшные слова. Ну, не отмирают, а меняются, трансформируются. Меняются функции. Я думаю, что это явление еще будет изучаться по мере вырастания поколений. Еще то, что я у вас ответил в вашей книге, очень важно. Исчез стыд неграмотности, вот то, что вы пишете. Вот здесь такое символическое было, вот это вот знаменитый пост Ваенге, да, этой певицы, написанной огромным капслоком с гигантским количеством этих самых отрицательных, этих закрытых скобок, вот, по поводу пуссирают. Да, оказалось, что вот эта грамотность, признак культуры, он мешает коммуникации. Вообще говоря, это не всегда так. Культура иногда помогает. Но в этой ситуации выяснилось, что поскольку массы в основном неграмотны, то наступает противоречие, неграмотность, коммуникация и стыд быть неграмотным, стыд быть некультурным. И либо надо избавиться от стыда и вступать в коммуникацию, либо молчать. Потому что ты не можешь соответствовать своему уровню, даже не своему уровню, а тому уровню, который требовала от нас школа, требовала от нас культура. И люди в этой ситуации все-таки предпочли, массово предпочли коммуникацию, отбросив вот этот стыд неграмотности. Ну, еще это снижалось с помощью игры, потому что игра давала возможность сделать вид, что я играю, не просто неграмотно, но, тем не менее, мы уже так не стыдимся своих ошибок, опечаток, просто неграмотности, потому что все так живут. Ну да, и с другой стороны, вы знаете, я вот сейчас думаю, скажем, язык имейлов. Я иногда даже вот я быстро печатаю на имейлы, и есть у тебя опция перечитать написанное, тщательно все исправить, а с другой стороны, можно, да, отправлю как есть, у меня все равно поймет собеседник, и более того, я понимаю, что это создаст вот этот вот эффект спонтанности, то, что я, так сказать, написал и ту же секунду ответил. Это почти устная реплика. Вот. В письме я никогда бы себе такого не позволил, ну, во-первых, я не сделал бы, наверное, в письме этих ошибок, которые, так сказать, по клавишине те под пальцы подвернулись. А здесь ничего страшного, мы же договорились, что это другая коммуникация, значит, меня простят. Все, тексты мы не перечитываем, ну, сказанное мы не переговариваем. Ну, да. И эти тексты мы тоже не перечитываем. Я думаю, я практически перестал вообще стыдно признаться, ну, там, в официальном письме, да, ну, скажем, в имейле, а уж особенно там в постах, там, в ЖЖ, в Фейсбуке, я не пользуюсь прописными буквами. Да, я тоже. Предложение начинаю со строчной. Зачем это лишнее движение? Мне кажется, это интересный эксперимент. Немцы, кстати, в имейлах отказались. Отказались от существительных. Так что, нет, это тоже общее явление. То есть, опять, сейчас какой-нибудь слушатель нас упрекнет, что мы теряем культуру. Разрушаем, да. Но это вот такая игровая потеря, и я прекрасно восстанавливаю буквы, если мне надо написать официальное письмо. Я не потерял этого навыка. Но вот здесь я с удовольствием, действительно, в комментариях или когда пишу свой текст, могу. Правда, я стараюсь последовательно это делать. Я вот не люблю, когда скачут. Ну, да, начал. Да, да, да. Если я уж так, то я стараюсь избавляться от прописанных вообще. У меня часто так бывает, что я начинаю комментировать на неком, так сказать, вдохновении, пишу все с маленьких, а потом понемножку начинаю уже структурировать письмо, и по ходу, и по ходу просто появляются уже большие буквы. Ну, вот еще интересная тоже культурная потеря. Почти закрепившаяся, но, по крайней мере, очень-очень часто встречающаяся отсутствие последней точки. Да. Потому что и так конец виден. Все вот, точка не нужна, а то восклицательный знак я поставлю или там смайлик. А точка уже не функциональна, и, значит, от нее можно в конце избавиться. Так она разбивает предложение, она нужна. А в самом конце прекрасно можно обойтись без нее. Я думаю, что уже появляется литература, написанная вот этим вот визуальным интернет-языком. Ну, скажем, Пелевина, Шлем Ужаса. Он вставляет все-таки, он вставляет фрагменты так, чтобы полностью, мне кажется, там... У Геласимова, по-моему, есть где... Ну, так сказать, в виде ЖЖ, в виде, так сказать, вот этих постов со всей сопутствующей орфографией. Проблема тоже содержательна. Казалось бы, должно это быть, должно быть, но такие тексты трудно читать с бумаги. Это как раз вот показывает, что это обусловлено коммуникацией. Вот то, что вот потеря точки там, она обусловлена этим. Можно с этим спорить, не спорить, но вот там не страшно потерять точку. А потерять точку в романе плохо. Возникает некая проблема, это разрушает. Хотя экспансия, конечно, интернет-изга сильная, и я приводил в книжки, в том числе, примеры. Таких примеров очень много, когда вдруг серьезная газета пишет, публикует там текст серьезного человека, там, Константин Эрст, например, я цитаю газет «Коммерсант», и вдруг он вставляет слово «печалька» еще там со смайликом. Печалька, да. Да, печалька, да, печалька. Ну, там тоже есть вариативность, как в Болбанском. Причем исконно это как раз «печалька», хотя все считают, что «пи», правильно. Но там нет правил, там нет нормы, к счастью. Вот, пожалуйста, он показывает, что он свой, он этим владеет, но просто вот... И ставит смайлик. Да, так что есть такого рода экспансия. Да, сейчас говорить о смайлике, то он, в общем-то, принадлежит такой чисто коммуникативной, коммуникационной устной речи. В официальном документе, в газетном, в более или менее нормативном тексте он не уместен. Ну, его не должно быть, его не должно быть в монологах, но тем не менее какое-то робкое проникновение есть. Хотя не должно быть, монолог не подразумевает мимики. Смайлик ведь, я посмотрел его, я даже не знал, Набоков предлагал использовать смайлик, там замечательный совершенно пример есть. Ну, визящно это сделал, да, но не смайлик, он предложил использовать некий знак иронии по отношению к себе. По отношению к себе, да, его спросили в интервью, как вы оцениваете свое место там в пантеоне писателей. Да, и он сказал, что для ответа на подобные вопросы должен существовать значок в специальной виде улыбки. Амброс Бирс, замечательный американский писатель, использовал такого рода значки. Поэтому все разговоры об изобретателе смайлика очень условны, хотя и для интернета смайлика нашли такого изобретателя. Но никто не знает, кто первый это применил, кто придумал. Это идеи, которые бродят в головах разных людей, в том числе гениальных, и возникают в разных местах. Важно, когда это начинает распространяться. Источник распространения иногда установить можно. Это иероглиф, смайлик? Смайлик по-разному. Иногда это операция над смыслом. Иероглиф ведь, что мы традиционно называем иероглифом? Когда мы передаем слово целиком, без передачи его фонетического содержания, без звучания. Смайлик, мы с вами пользуемся иероглифами в быту довольно часто, скажем, когда мы пишем цифры, когда мы пишем плюс, когда мы пишем какой-нибудь значок градуса. Это все иероглифы. Мы не передаем звучание, а сразу передаем смысл целиком слова. Значок доллара. Значок доллара, да-да-да. Ну, много таких можно вспомнить. В этом смысле смайлик не такой. Смайлик передает некий знак, у которого нет звучащей оболочки. Это либо интонация, либо мимика. Но в этом смысле он тоже, он знак. Но это мы не называем иероглифом. Хотя, конечно, он по сути иероглифичен, потому что он изображает улыбку. То есть можно считать, что это улыбка. Но у него много функций, и улыбка не единственная его функция. Так что он сложнее. Ну да. То есть я думаю, что здесь есть несколько ролей. Множество ролей. В какой-то роли он иероглиф, я бы так сказал. Вот, скажем, бывает, я встречал иногда в коммуникации, в моей там пишешь человеку большое послание, что-то там вот самое. А тебе в ответ приходит один только смайлик. Это очень важная вещь. Это смайлик может быть репликой. В частности, что замечательно, смайлик может быть заключением беседы. Вот почему точка, в частности, отмирает, как конец беседы. Смайлик может завершать текст, а может быть просто репликой конца разговора. Мы разговариваем с вами, переписка в благосфере, неважно где, в социальной сети. И разговор постепенно иссякает. Но вежливость состоит в том, чтобы подать некую реплику. И подается смайлик, как некое логичное завершение разговора. Дальше уже можно не реагировать. Разговор вежливо закончен. Или просто даже две закрытые скобки, и они как раз и закрывают. Да, смайлики есть разные. Так называемые клопки. Можно... Есть люди... Пуристы уже в этой области, в области смайликов, они предпочитают смайлики именно скобки. Графические смайлики. Ну, такие, да, чисто-чисто при помощи текстовых. Не картинки. Да, я вот лично тоже картинки не переношу. Это вот интересно. Есть люди, которые отвергают смайлики целиком, и таких все меньше и меньше. Есть вот пуристы, уже разбирающиеся в ролях в качествах смайликов. Вот они отвергают картинки как такую порчу языка, а вот скобочки... Вы смайликами не пользуетесь? В книжке я пару раз использовал, но... Ну, как примеры. Нет, в своих сетевых разговорах. Нет, нет, нет. В своих сетевых апостасах. Тут я консерватор. Это знак припинания или знак чувства? С него же есть название, эмотикон, да? Вот эмотикон, да. Здесь я ставлю как раз вопрос. У меня одна из главок называется как раз чувство или припинание. Знак чего? И нет ответа опять. Нет ответа, потому что есть разные функции. Есть функция знака припинания, поэтому он вытесняет скобку, вытесняет отчасти восклицательный знак, то есть он с ним конкурирует иногда, передавая одно и то же. А вопросительный не вытесняет, потому что там другая функция вопросительного знака. И вот если вопросительный, я ставлю вопросительный. Если точка, я могу поставить смайлик. А в некоторых ситуациях он, знак чувства, он знак моей радости, никак с припинанием не связан. Так что разные функции. Вот о смайлике очень трудно говорить. И более того, что очень важно понимать, что в этом интернет-языке пока, по крайней мере пока, может быть, и не будет, нет нормы. То есть нельзя сказать, что я прав, поставив смайлик так, а вы не правы, используя его. Да. Но это такая уже принципиальная, опять-таки, слово постмодерн, постмодернистская децентрованная речь, сетевая, да, во всех смыслах, у которой нет вот этого вот... Ну, она не кодифицированная, если используя термин, нет нормы. Да, нет нормы, но фактически это тоже там, скажем, если мы берем фольклор как жанр, то в фольклоре нет нормы. Это такая неточная фраза, заранее прошу прощения, но это народная речь. Ну да. В нее не внесена культура кодификации. Не установлено, что так можно, а так нельзя. Пока можно все. А наше, да, вот вы здесь очень важную вещь говорите, что это народная речь. Это же ведь, грубо говоря, последствия демократизации речи, потому что интернет актуализирует огромный совершенно человеческий пласт людей, которые раньше никогда ничего не писали. Безусловно. Вот, может, только расписывались в платежной ведомости. Вдруг они начинают писать. И в этом смысле как раз разговоры о неграмотности человека в интернете гораздо менее естественны, чем вне интернета. Потому что вот там нету норм. Они не внесены. Конечно, они есть. Конечно, мы еще их помним и как-то учитываем, но уже их статус иной. И эта речь складывается спонтанно. То есть ведь и русский язык тоже прошел эту стадию кодификации. В XIX веке было много чего кодифицировано, сказано, что это все-таки неправильно. Ну да, посмотрели, как Петр I писал вот эти какие-то все, так сказать, там же вообще албанским языком по большому счету. Да, да, да. Так что и вот этот период кодификации прошли все большие языки. Сегодня мы вернулись в интернете назад. Будет стадия кодификации, не будет, мы не знаем. Интересно, а смайлик внесут, уже вносятся в словари? В словари не знаю. Я знаю, что, например, значок сердечка внесено в слово. Где I love New York, да, вот это? Более того, значит, каким образом? У слова heart появилось новое значение глагольное. Слово heart – это сердце. Да. Но за него появилось значение любить, потому что вот этот значок… I heart you. Да, да, да. Так что вообще здесь надо отметить, вот мы говорили о некоторой консервативности общества нашего, нежелание вставлять в словарь эти слова. Вот оксфордский словарь – такой образчик, говоря, образец. И для, в общем, для многих именно эталон. Необычайно прогрессивен. Он вставляет эти слова, он отмечает год появления некоторых новых слов. То есть вот сердце, оно уже в оксфордском словаре вот это появилось, я люблю. Да, 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 новое значение, оно отмечено. Ну да, но с другой стороны, конечно, я тоже отчасти понимаю критиков вот этого всего, потому что уходит вот то, что мы с вами уже вначале говорили, сугистия какая-то. Представьте, скажем, пушкинское стихотворение, там, «Я вас любил, любовь еще бы сможет, моей душе угасла» не совсем. Его разметить смайликами, так сказать, там, позитивными, негативными эмоциями. Ну, я уверен, и более того, что там снимаются ролики, это обсуждается, что великие классики, конечно, в эту игру вошли бы. Они бы не были такими пуристами, отрицающими все и вся. Есть смешные ролики, как Толстой пишет роман в Твиттере и нарушает ограничения знаков. Ну и так далее. То есть поведение, а Пушкин как раз посылает смайлики с балла, по-моему. Но понятно, что над классиками издеваться нельзя, но тем не менее интересно, как бы они в этой ситуации были. Я думаю, что они овладели бы некоторыми приемами и блестяще их использовали. Ну да, я думаю, что здесь действительно надо это воспринимать не как обеднение речи, как вот это, да, там, закадровый смех включают в ситкомах, в сериалах, а как некое новое выразительное. Хочешь, пишешь так, хочешь, пишешь с употреблением вот этих вот вещей. А что касается, о чем говорит то, что цифры, скажем, применяются? Вот, скажем, там, Че, четверкой. Кажется, что это появилось в смс-ках. Дело в том, что в английском это доинтернет-игра. For you, да, tonight. Да, to, for и так далее. И это так называемый ребус на использование цифр, когда они читаются. И, соответственно, это некоторая игровая вещь, вообще говоря, очень древняя. То есть в истории письма это тоже вещь известная. Но у нас это скорее мода, основанная на английском языке, потому что у нас названия цифр слишком длинные. Как правило, длинные, и их использовать в такой игре невозможно. Где вы используете четыре? Ну, там, пять еще можно использовать. Я помню, Захадер переводил Винни-Пух, и вот там этого пять, его шесть, его восемь, он играет в эту игру. Но зачем, казалось бы, вот Верочка использовать четверку вместо чеп? Происходит выхолощивание этой ребусной игры, и фактически четверка просто заменяет букву или две. И вот эта замена или две, эти слова или две очень важны, потому что, видимо, это появилось в СМСках, когда важно было экономить количество знаков, и замена, скажем, CH на четверку была значима, потому что экономил знак. Так что, может быть, какой-то прагматизм в таких заменах есть. Но сегодня это, скорее, вопрос моды, вставить шестерку вместо SH. Иногда в кириллице даже вставляется, где просто меняется одна буква на цифру. Это, опять-таки, некое оживление текста, о котором мы уже говорили, больше и больше эмоций. Устность и игра связаны, потому что в монологах письменной речи мы меньше шутим. А здесь это возникает эффект соучастия, вас втягивают в игру, вам все время подмигивают. Ну вот смотрите, вы говорите об СМС. Вот я сейчас думаю, что СМС-ки-то, они как раз, если на них посмотреть, они все чаще теснят разговоры, то есть фактически письменная речь теснит устную. Вот я сейчас думаю, очень часто в своих актах коммуникации, имея выбор между звонком и СМС-кой, почему у меня такой тариф телефонный, что звонки бесплатные, там все включено, а СМС-ки платишь деньги. Ну, не бог весть какие, но все равно. И в результате я лучше пошлю 3-4 СМС-ки, чем поговорю с человеком. Да, конечно. Нет, но вообще, если мы продолжаем мыслить бинарно, то есть противопоставляем именно устную и письменную речь, забывая о том, что возникло некое смешение, то что происходит? Письменная речь выталкивает устную из определенной сферы общения. Когда два студента сидят на лекции, они действительно могут переписываться, перебрасываться СМС-ками, ну, потому что не хотят шуметь. Или два сотрудника в офисе перебрасываются СМС-ками, вместо того, чтобы подойти к друг другу и поговорить. Это действительно вполне стало регулярно. Почему люди часто не звонят, а пишут письмо по электронной почте? Это считается более тактичным, потому что если я позвонил, мне человек обязан ответить и что-то сказать. А на письмо он может не ответить, проигнорировать. Я его меньше беспокою. То есть происходит вытеснение устной речи. Но, будучи таким агрессором, письменная речь начинает приобретать черты устной. Черты устной. Вот этого третьего языка. Возникает устность. И вот тут возникает этот третий язык. Потому что вот эта письменная речь, завоевывая себе пространство, теряет свои свойства и приобретает свойства порабощенные, если хотите. Ну да, потому что она вторгается за счет того, что мы получили постоянную включенность в сеть и постоянные гаджеты, нас окружающие, вот эту вот электронную оболочку человеческой личности. Мы общаемся при помощи этой оболочки и, соответственно, ну да, мы наши тексты начинаем наделять эмоциями. Да, именно так. Этими смайликами, зачеркнутыми словами. Это вообще для языка и для культуры явление хорошо знакомое. Часто завоеватели оказываются порабощенными чужой культурой. Ну, скажем, многочисленные завоеватели Китая не приносили свою культуру. Ну да, как монголы, как монголы. Да, растворялись в китайский. И вот здесь письменная речь, вроде бы вытесняя и побеждая устно, приобретает ее черты. Ну и последний вопрос уже по оставшуюся нам минуту. Язык богаче становится вот с этой, со всей? Вот сейчас такие все ламентации идут, плачь Ярославная по поводу обеднения русского языка. Ну, чтобы я не сказал, это будет неправдой, потому что это будет такое обобщение в конце. Ну да. Но, так, если говорить действительно об счету, я бы сказал, что язык становится богаче, хаотичнее и, с одной стороны, более творческим, с другой стороны, более клишированным. То есть, такие противоречившие тенденции тоже присутствуют. Вообще, вот много противоречивых тенденций сегодня присутствует в нашей коммуникации в языке. Ну да, и в этом отношении, наверное, он соответствует... Язык всегда адекватен времени, да, и он соответствует нашей социальной среде и медийной среде, в которой мы живем. Ну что же, Максим Анисимович, спасибо вам, что были с нами сегодня в эфире. Напомню, что это был директор Института лингвистики РГГУ Максим Крангаус. Плюс читайте его книжку «Самоучитель Албанского», которая только что сейчас вышла. Ну а мы заканчиваем нашу передачу. Это была программа «Археология». Доброй ночи, удачи и смайлик в конце.